всем привет сегодня хочу рассказать про маринованную дубовую щепу которую я готовил и описывал в статье на нашем сайте в яндекс дэне в общем это состаренная щепа дуба которую превратили в трухлявый пень то есть проницаемость древесины для спирта для воды возросла в разы то есть потому что древесина это состарена и превращена в трухлявую среду все вы видели наверняка забор деревянный который лет 50 простоял на улице и дождь когда идет он льется сквозь него вот до такого же состояния доведена эта дубовая щепа и основные преимущества выдержки напитков на ней это никогда не получится плинтус банка или в чем вы там выдерживать не обязательно ее нужно открывать давать подышать выдержка происходит быстрее и во вкусе напитка отсутствует древесность это основные преимущества я решил что сделаю три вида этой щепы одна будет для обычного самогона сахарного либо рисового нейтрального вторая для фруктовых и ягодных напитков бренди коньяки и третье для зерновых и солодовых виски виски чем отличается одна щепа от другой это тем что когда мы подошли к шагу шестому это вы можете почитать статье когда мы ее в автоклав помещали и создавали там давление мы наливали туда виски для виски рисовый самогон для обычной щепы для самогона и бренди фруктово-ягодный для при для щепы для бренди я значит поставил три напитка на столе вот у меня стоит ром бурбон и рисовый самогон рисовый самогон не содержит никаких вкусов там ванили чернослива там никогда в нем не заведутся они все эти вкусы дает дуб именно дуб и поэтому рисовый был выбран в качестве основы на нем я выдержал щепу 3 грамма на литр ну и здесь также баночка рассчитана на 10 литров значит настоял 12 дней и слил сейчас пробую пахнет классно вот прям классно пахнет сказать что это рисовый практически невозможно это какой-то зерновой мышь слюны полный рот зерновой с каким-то ароматикой такой карамели и легкими нотами ванили напиток пробуем классный вкусный мягкий не требует никакого созревания потому что щепа состарена я возможно повторяюсь потому что я записываю уже не первый дубль дальше ром который простоял 12 дней на этой щепе для рома кстати идет чипа которая для бренди ну вот здесь совсем другой запах ну ром же ром сладкий такой с карамельными цветочными нотами и легкий такой ваниль такая как сказать не знаю пробуем очень мягко пьется и послевкусие такое классное как будто в бочке постоял и уже отдохнул бурбон бурбон я поставил вот банка стоит бурбон я поставил 14 мая сегодня 18 мая то есть он простоял четыре дня на этой щепе четыре дня конечно мало надо что постоял как минимум 12 дней а лучше 20 в плинтус он все равно не уйдет но тут совсем другой аромат и запах такой слегка чувствуется дубовость ваниль и какие-то фрукты такие вроде печеных яблок что-то грушевые какие-то ароматы появились чернослива нет вообще пробуем очень мягкий прям если вот настоять на обычной щепе и попробовать ну даже четыре дня напиток будет жесткий здесь он мягкий то есть преимущество еще и в том что он созревает как бы одновременно с чепой то есть щепа жесткость не дает никакой теперь про баночки тут у нас небольшой бак вылез когда я заказал этикетки этикетки заказал на самоклеющие пленки и клеить ее на баночке это то себе удовольствие поэтому следующие этикетки будут бумажные в баночке 30 грамм 30 грамм нет-то и соответственно это на 10 литров напитка то есть если вы баночку вскрыли вам нужно будет обязательно ее всю рассыпать потому что это щепа влажная и даже вот это вот я вот из пакета сейчас высыпал остатки она тоже влажная вот и она когда выветрится но она конечно будет работать но уже не так приятно и поэтому она в баночках срок годности я написал до 30 года но думаю что ничего и там не будет до 30 года стопудово здесь кир-код на статью которую я писал который есть на нашем сайте есть она подробно и более подробно и на яндекс дженни со всеми фотографиями ну в принципе все щепа стоит на данный момент 300 рублей не знаю цену повышать не хотим 300 рублей считаю на 10 литров такую щепу проще купить чем делать самому тем более чтобы делать самому нужен пвк автоклав пвк не у каждого он есть не каждый захочет этим заниматься учитывая то что здесь еще это все выдерживалось с напитками домашними моими 300 рублей это недорого на мой взгляд ну смотрите сами всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал вступайте в наше сообщество пишите комментарии заказывайте щепу ссылки оставлю в описании всем спасибо всем пока